СУТРА ВЫБОР Выбор Бессознательное всегда выбирает лучший вариант из имеющихся. Выигрывают те, у кого больше степеней свободы и вариантов. Вариативность – это инструмент, благодаря которому мы расширяем наши возможности и получаем свободу выбора. Чем больше вариантов реагирования на ту или иную ситуацию или проблему есть в нашем распоряжении, тем больше вероятность, что мы сможем выбрать наиболее адекватный из них. Поясним это на примере. Предположим, перед нами стоит задача повесить картину. Если у нас есть только отвертка, можно попробовать сделать это и с помощью нее. Но вряд ли это будет очень эффективно. А вот если у нас под рукой целый набор инструментов, включая молоток, то задача становится сразу легко и просто разрешима. И мы можем использовать самый подходящий инструмент для этого. Но чтобы этот веер возможностей перед нами раскрылся, ситуация должна расширять наши степени свободы и предоставлять пространство для маневра. Первое впечатление о происходящем вокруг нас складывается иногда очень быстро, буквально за секунды. Малком Глауделл в книге «Озарение. Сила мгновенных решений» пишет. Часть нашего мозга, которая принимает моментальные решения, называется адаптивным бессознательным и представляет собой нечто вроде гигантского компьютера. Люди сумели выжить как вид единственно благодаря тому, что мы обладаем другим типом механизма принятия решений, способным произвести очень быстрый анализ на основе незначительной информации. Возможности нашего бессознательного поразительны. Человек может неосознанно воспринимать информацию, например, гипнопедия, обучение во сне, перерабатывать ее и решать задачи, которые не поддаются сознательному решению. В том числе неосознанно использовать свой прошлый личный опыт. Любому нашему действию предшествует конструирование выбора из информации, которая хранится в бессознательном. И мы, сами того не осознавая, используем ту программу, которая уже применялась ранее при схожей ситуации. Такие целостные программы получили название «фиксированных комплексов действия». Человек формирует фиксированный комплекс по большей части в процессе накопления индивидуального опыта. Например, мы сами иногда не понимаем, почему нам не нравится тот или иной человек. А это работа бессознательного, которое находит фиксированные комплексы из прошлого опыта, предупреждающие, что подобное сочетание качеств у человека когда-то доставило нам массу неприятностей. Перебор программ идет до тех пор, пока не будет найдено наилучшее соответствие нашему запросу. Именно поэтому в любой сложившейся новой обстановке всегда выигрывает тот, у кого больше вариантов и фиксированных комплексов действий, то есть степеней свободы. Предчувствие, глубинное понимание ситуации, оценка потенциала — это все работа бессознательного. И только после вердикта бессознательного наше рацио подгоняет под его заключение факты и цифры, чтобы как-то объяснить нам самим, почему сделан именно тот или иной выбор. И зачастую дальнейшие расчеты призваны просто подвести математическую основу под уже принятое решение. И чем больше вариантов решения ситуации мы имеем, тем больше шансов у бессознательного выбрать наиболее подходящий. Поливариантность как залог правильного решения лежит в основе политических моделей управления. Так известный немецкий социолог и философ, один из основателей теории социальных систем Никлас Луман утверждал, что реальной властью обладают те, кто может предложить в проблемной политической ситуации больше альтернативных ее решений. История показывает, что умение видеть множество вариантов и следовать своим бессознательным импульсом всегда отличало великих правителей и полководцев. Именно благодаря умелому использованию как своих рациональных, так и бессознательных возможностей Наполеон Бонапарт стал величайшим из великих. Два доминировавших в его характере свойства помогли ему. Железная сила воли в осуществлении намеченных планов и невероятно развитая свобода воображения. Вот как он сам говорил о себе. Мой гений состоит в том, что я одним быстрым взглядом охватывал трудности дела, но и в то же время все ресурсы для преодоления этих трудностей. Этому обязано мое превосходство над другими. Поэтому наша задача – расширять количество возможных вариантов действий для сравнения и выбора. Ведь чем больше у нас вариантов и информации о них, тем проще нам сделать выбор, и тем лучше вариант мы можем выбрать. Главное – дать бессознательному возможность принять правильное решение. Вокруг тезиса, что именно бессознательное определяет наше поведение, подводя сознание к нужному решению, построил свою знаменитую теорию Зигмунд Фрейд. Согласно ей, два основных подсознательных влечения – тонатос и эрос – всегда стоят за многочисленными разновидностями наших желаний, которые часто приобретают прикрытия или сублимируются, чтобы в культурно приемлемой форме достигать биологических целей. Ему вторил и один из основателей современной социологии и теории элит, итальянский мыслитель конца XIX – начала XX века Вильфредо Паретто, который утверждал, что сознательные решения являются лишь оправданиями задним числом для наших действий. Эти решения – лишь дериваты, то есть производные от бессознательных эмоциональных мотиваций. «Разнообразие вариантов и свобод ведет к творческим решениям нового лучшего качества», – говорит Кэролайн Тернер, «Психолог». Если у нашего подсознания есть достаточно свободы и времени проанализировать все имеющиеся в наличии варианты, оно сможет синтезировать наилучшее решение нашего вопроса. Наши предки, вероятно, тоже догадывались о чудесной способности мозга работать без нашего активного участия. Недаром в ситуации важного выбора говорят «утро вечера мудренее», предлагая взять паузу перед принятием решения. Практически во всех культурных традициях есть упоминание о том, что за пределами рационального, логического мышления человека лежит океан бессознательного, то, что часто называется душой, вещей силой, духом, богом. «Ведь и душа есть нечто вещее», – говорил Сократ, знаменитый античный философ, истинный мудрец, учитель Платона. О предчувствии, которые и есть одно из выражений бессознательного, писал Федор Тютчев. «О, вещая душа моя! О, сердце полное тревоги! О, как ты пьешься на пороге, как бы двойного бытия! Так ты, жилица двух миров, твой день болезненный и страстный, твой сон пророчески неясный, как откровение духов». Но чтобы услышать этот голос при принятии важных и ответственных решений, нужно избегать суеты и торопливости. Об этом постоянно напоминают народные пословицы. «Дай отсрочку, будет дело в точку. Час лучше мастера. Чем больше терпения, тем умнее человек. От ворчливого нетерпения вода в котелке не закипит. Не под дождем, подождем». Зачем нужно ждать? Затем, что бессознательное связано с тонким миром, где время течет по другим законам и масштабы событий совершенно иные. Человек, внимающий его по велениям, сам поднимается на более высокую ступень возможностей и свободы. Еще древнегреческий философ Хрисип из Сол писал, «Судьба – это разум мироздания, или закон всего сущего в мироздании, управляемом провидением, или разум, сообразно с которым ставшее стало, становящееся становится и предстоящее станет». Как же узнать волю судьбы? Одним людям она открывается через вещи и сны. Другие обращаются к ней с вопросом, используя метание жребия. Как это случилось, например, с Юлием Цезарем. «Але я тест!» «Жребий брошен», – произнес он при переходе пограничной реки Рубикон. Историки отмечают, что Цезарь шел на определенный риск, располагая всего лишь небольшим количеством сочувствующих ему легионов вблизи от Рима. Но этот риск себя полностью оправдал. И впоследствии Цезарь стал диктатором. То есть, доверившись судьбе, он смог осуществить свои самые грандиозные замыслы. По мнению мудрецов Востока, принятие объективной реальности – лучшая опора для поиска верного решения, которое уже заложено в самой ситуации. Для восточных культур вообще характерно отражение работы бессознательного как поиска путей наименьшего сопротивления. Так у китайцев есть пословица «молодое дерево гнется, старое ломается». А у японцев «ветки ивы под тяжестью снега не ломаются». У корейцев эта пословица касается не только старого, но любого жесткого дерева. Чем меньше дерево гнется, тем легче оно ломается. В буддизме бессознательный и оттого очевидный и лучший выбор описан понятием мага – путь к прекращению страданий. Согласно срединному пути, все сущее реально, но эта реальность изменчива и условна. Срединный путь предлагает оценку значимости тех или иных явлений и выбор наилучшего решения в зависимости от обстоятельств и конкретных условий. В христианском учении о том, что интуиция и бессознательное человека способны подсказать и выбрать верный путь любой внимательной душе, независимо от вероисповедания, свидетельствовал еще апостол Павел. Когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствуют совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. О феномене бессознательного выбора можно прочесть и в Танахе, принятое в иврите название еврейского священного писания, где мы находим упоминания о мыслях, существования которых человек не осознает. Бессознательными ощущениями человека называются в Торе мысли, которые в сердце или речь в сердце. Поскольку бессознательное оказывает сильнейшее влияние на поведение и осознанные мысли человека, работа над своим бессознательным очень важна. В притчах царя Соломона Всевышний говорит «Дай мне, сын мой, сердце твое». То есть исправь мир мыслей сердца, мир бессознательного, чтобы мысли эти были направлены на служение Всевышнему. Мусульмане верят, что Аллах наделил человека свободой выбора, ихтияр, благодаря которой он ежеминутно и ежесекундно совершает выбор, пока идет по улице, читает книгу, участвует в беседе. Учитывая, что каждое принятое решение связано с определенными последствиями, выстилающими дальнейший путь мусульманина, то оно либо приближает его к Аллаху, либо отдаляет от него. В таких условиях верующему следует опираться на мусульманский закон и принимать решение с оглядкой на довольство Аллаха. Однако, если мусульманин сам не может найти правильное решение и его одолевают сомнения, то в этом случае ему следует совершить специальную молитву «Дуа истихара», в которой он обращается к Всевышнему с просьбой помочь в выборе и показать наиболее подходящее решение. Во время молитв, которые во всех религиях нацелены на то, чтобы запрограммировать человека на правильный выбор и закрепить в бессознательном определенные модели поведения, происходящее воспринимается особенно ярко. Образы, проговариваемые в молитве, откладываются в бессознательном. И человеческий мозг встраивает и адаптирует действительность под определенную картину мира. При этом старые сценарии действий не исчезают. Они временно отходят на второй план, проявляясь при необходимости. При возникновении похожей ситуации мозг анализирует все имеющиеся в наличии варианты и выбирает наиболее подходящие в новой ситуации. Таким образом, молитвы и мантры влияют на жизнь, закладывая в бессознательное новые модели восприятия мира. Сутра-выбор Цель Если мы не управляем своими целями, то ими управляет кто-то другой. Только постоянное видение цели дает шанс прийти туда, куда нужно именно нам. Как мы храним елочные игрушки? Наверняка гирлянды и дождик из вольги путаются в пакетах. Шары разложены по коробкам и пылятся в шкафу. А те, что лежат без коробок, выпадают, когда не надо, и бьются. Основная проблема с неудобной хрупкой звездой. Но стоит поставить елку, и каждая игрушка находит свое место. А великолепная звезда очень удачно располагается на верхушке. Все, наконец, начинает выполнять свою главную функцию. Радовать и удивлять. Так и в жизни. И музыкальная школа, и разнообразные курсы, и опыт прошлых работ. Все будет лежать бесполезным грузом, пока в жизни не появится цель. Она как елка, благодаря которой все ресурсы и знания, контакты и способности соберутся вместе и заиграют полноценным ансамблем, радуя нас и окружающий мир. Игрушки у всех дома примерно одинаковые, но каждая елка, тем не менее, получается уникальной. Так же и цель делает ценным и заметным весь накопленный опыт нашей жизни. Вместе с тем, постановка и достижение цели очень рациональный процесс, подчиняющийся точным алгоритмам. В концепции управления по целям Management by Objective для постановки правильной цели предлагается сначала проверить ее по критериям системы SMART, которая расшифровывается так. Specific. Конкретное, определенное. Цель оперирует конкретными планами. Например, увеличить чистую прибыль предприятия. Measurable. Измеримая. Цель должна подразумевать количественную измеримость результата. Увеличить чистую прибыль предприятия на 50%. Achievable. Достижимая. Цель должна быть выполнимой для конкретного исполнителя. К примеру, увеличить чистую прибыль предприятия на 50% за 5 лет. Relevant. Соответствующая контексту. Достижение цели должно быть обеспечено ресурсами. Timed. Time-bounded. Привязанное к точке, интервалу времени. Нет привязки, нет цели, есть мечты. Российские авторы дополняют SMART-принцип свойством связности цели. Если вы разрабатываете дерево целей для различных направлений деятельности, цели необходимо связать друг с другом. Для целей верхнего уровня вы должны ответить на вопрос «А за счет чего ее можно решить?» и найти соответствующую цель на нижнем уровне. Таким образом, вы способствуете комплексному видению целей. Именно такими целями можно управлять и работать над их реализацией. Как кораблю нужен маяк, так и человеку цель. Капитану важно не только знать навигацию, но и выбирать собственные только для него значимые пути. Как кормчие осмотрительно направляют корабль вперед, чтобы не наткнуться на подводный камень или скалу какую, так и ревнующие добродетельные жизни пусть тщательно рассматривают, что им должно делать и чего убегать, полезным для себя почитая только то, что внушают истинные и божественные законы, отсекая от души лукавые помышления. Говорил Антони Великий, основатель отшельнического монашества. Очень важный момент. Наши цели заряжаются энергией, только если они рождаются из нашей собственной мечты. Без ее батареек поставленная цель бесит человеческую логику, и мозг, и организм в целом не понимают, с какой стати они должны ее добиваться. Удовольствие доставляет только достижение своей, не чужой цели. Жизнь — это процесс постоянного выбора. В каждый момент человек имеет выбор или отступление, или продвижение к цели. Либо движение к еще большей боязни, страхам, защите, либо выбор цели и рост духовных сил. Выбрать развитие вместо страха раз десять в день значит десять раз продвинуться к самореализации, говорил известный психолог Абрахам Маслоу. Таким образом, если нет цели, то нет и деятельности, нет целенаправленной активности субъекта. И напротив, постановка цели является механизмом запуска и развертывания программы деятельности. Цели имеют свою иерархию и могут быть пилотажными, второстепенными, важными или неотложными. В своей совокупности они как ель, где основание удовлетворение базовых потребностей в выживании, а верхушка так называемые идеальные цели. Как у ели сначала растут и развиваются нижние ярусы, которые делают ее устойчивой, так и мы в первую очередь реализуем базовые потребности. А дальше при их мощном развитии надстраиваем мы цели более высшего порядка. Согласно теории мотивации Маслоу, чем выше расположена цель, тем более высокого уровня потребности она соответствует. Помимо мотивации, на реализацию цели оказывает влияние воля других людей. Мы можем влиять на поведение других, используя боль и удовольствие. Однако управлять миром другого человека можно и при помощи знаний и убеждений, даже если эти убеждения ложны. Это темная сторона нашего общения. Дружеские отношения на деле поддерживаются за счет множества небольших обманов и уклончивых ответов, которые позволяют иногда скрывать свои истинные чувства. При помощи речи, ее эмоциональной окраски и содержания можно управлять поведением других людей, побуждая к действию тех, кто не имеет своих собственных целей и жизненных ориентиров. Именно поэтому необходимо понимать, что если мы не управляем своими целями, то ими управляет кто-то другой. Что же стоит на пути достижения наших целей и как это преодолеть? Зачастую воплотить свою цель в жизнь нам мешают несоразмерные масштабы наших желаний и возможностей. Постановка глобальных больших целей может оказаться неподъемной из-за неспособности достичь желаемого сразу же в сжатые сроки. Психолог Карл Вейк в своей статье «Маленькие победы» пишет о том, что люди слишком часто разочаровываются, потому что перегружены сложными и запутанными задачами. Он советует видоизменять, трансформировать эти задачи в менее сложные и более понятные с целью получения осязаемых результатов. Вейк говорит о том, что такие небольшие, но видимые победы на пути к чему-то более глобальному задействуют больше активности, принесут больше опыта и ведут к принятию более взвешенных решений. Если поставленная цель нам полностью не ясна, будет крайне сложно достичь желаемого результата. Поэтому психолог Макс Базерман призывает постараться понять свои цели. Каждая цель включает в себя стандартные и индивидуальные моменты. Просто надо стараться максимально адаптировать под себя и под ситуацию шаги для ее достижения и моделировать промежуточные цели. Эксперты в один голос утверждают, что если человек сам управляет своими целями, то он становится искренне мотивирован. Ибо в случае, если мы сами не управляем своими целями, то обстоятельства и другие внешние факторы будут неизбежно вмешиваться в процесс и вредить ему. Психолог Рэй Вильямс утверждает, что ключ к достижениям гибкость. Ведь достижение новых целей требует развития новых способностей. За приобретение новых навыков отвечаем мы сами, и выбранный нами путь будет определять наши дальнейшие шаги. Конечно же, человек не способен контролировать все изменения ситуации и гарантировать определенные исполнения на 100%. Поэтому постоянный анализ изменений, гибкость и принятие новых решений помогут устоять на намеченном пути. Таким образом, если графически изобразить наш путь к какой-то глобальной цели, то он снова напомнит елку, верхушкой которой является самый главный важнейший результат, в то время как ветки промежуточные достижения, являющиеся частями одного большого целого. Мировые религии подчеркивают, что отсутствие страстей и самоконтроль важнейшее средство управления собой при движении в выбранном направлении. Для приверженцев буддизма основополагающее прекращение страданий, которые причиняют нам наши страсти, невежество и эгоизм. Поэтому выход из этого круговорота страстей, перерождений и достижения нирваны это и есть главная цель человека. Для христиан цель заключается в движении к Богу. Священное Писание подчеркивает, важно осознанно выстраивать свой путь, управляя собой на пути к смыслу и целям, иначе бразды правления будут перехвачены. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит, «Возвращусь в дом мой, откуда я вышел», и придя находит его незанятым, выметенным и убранным, тогда идет и берет с собою семь других духов, злейших себя, и войдя живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого. Важно овладевать искусством управления собой и своими целями. Те души, которые не обуздываются разумом и не управляются умом, который бы остепенял, удерживал и направлял куда следует страсти их, то есть скорбь и удовольствие. Такие души погибают как неразумные животные, потому что у них разум увлекаем бывает страстями, как кучер лошадьми, вышедшими у него из повиновения. Согласно исламу, земная жизнь лишь испытание на пути к следующей жизни. Здешняя жизнь только игра и забава. Будущее жилье лучше для тех, которые богобоязненны. Цель мусульманина все совершать во имя Аллаха. Только в таком случае человек исполнит свое предназначение и найдет истину. Цель, которую декларирует Каббала, соединиться и стать компаньоном Всевышнего в процессе творения и в исполнении цели творения, которое состоит в том, чтобы превратить мир в место пребывания бесконечного божественного света и его сущности. Отдавая себя изучению Торы и ее мудрости, личность человека совершенствуется, поскольку он приближается к Всевышнему. Укрепление этически нравственных начал в человеке, близость его к абсолюту и даже идею, пусть и утопическую, присущую эпохи просвещения исправления нравов, все это ставили себе целью великие мыслители и литераторы. Какое же величие замысла этим мерилом оценивал Александр Сергеевич Пушкин цель и достоинство всякого великого литературного произведения Данте, Шекспира, Мильтона. Когда цель становится действительно личной и первостепенной для человека, она делает его инициативным, значимым, освобождает огромные резервы внутренней энергии. Такой человек, вооруженный осознанной целью, не позволит манипулировать собой другим. Но стремление к тотальному контролю над своими целями может лишить человека всего остального, оставив его наедине со своей идеей Фикс. Именно так случилось с героем романа Джека Лондона Мартин Иден. Роман во многом автобиографичен. Главный герой, как и сам Джек Лондон, выходец из моряков и добился выдающихся успехов в литературе исключительно собственными усилиями воли и постановкой четко обрисованной цели. Бедный моряк Мартин так сильно мечтает стать писателем, что на пути к цели не жалеет сил. Юноша все-таки достигает задуманного, проделав путь из социальных низов, от невежественного моряка до популярного писателя и богатого интеллектуала. Но к этому моменту он теряет любовь, друзей, интерес к литературе, да и к самой жизни. Главной для него оказывается уже не сама цель, а управление ею, что делает герой романа несокрушимой, но глубоко несчастной и одинокой личностью. Большая удача, когда наши личные цели совпадают с целями систем, на орбитах которых мы вращаемся. Но это большое мастерство не терять своей цели, не отдавать ее на откуп в чужие руки, а идти к ней, несмотря на то, что иногда путь этот извест. Сутра выбор Возможность Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть. В современном мире выигрывают те, кто легок на подъем и сразу старается реализовать новые возможности и безумные на первый взгляд идеи. Если судьбу человека изобразить геометрическими линиями, то редко у кого встретится идеальная прямая. Скорее она похожа на сеть разветвляющихся дорог. И какая из этих тропок окажется полезной, интересной, значимой, сразу трудно бывает понять. И потому так важно стараться в каждом неожиданном событии видеть потенциальную возможность развития, идти навстречу новому и не бояться рисковать. Римский поэт Публия Виден Азон писал «Шанс всегда могуч. Пусть ваш крючок будет всегда заброшен в воду, а рыба будет там, где вы меньше всего ее ожидаете». Дейлу Карнеги, американскому психологу и писателю принадлежат слова «Далеко заплывает лишь тот, кто готов рисковать. Безопасные лодки не отходят далеко от берега». Винстон Черчилль говорил так. На протяжении своей жизни каждому человеку доводится споткнуться о свой великий шанс. К несчастью, большинство из нас просто подымается, отряхивается и идет дальше, как будто ничего и не произошло. Не всегда возможно понять, счастливый случай перед нами или нет. Но если не пойти ему навстречу, об этом можно и не узнать. Важно не останавливаться и действовать даже в ситуации неопределенности. У каждого из нас в жизни был такой момент, когда мы стояли перед выбором попробовать проверить свою удачу или пройти мимо, уверив себя, что шанс на успех ничтожен и тратить свои силы на то, что не имеет смысла, не стоит. Поэтому необходимо оценивать невероятность успеха того или иного действия, а в первую очередь определить для себя, что способен принести нам этот успех. Если есть шанс, что в результате наша жизнь изменится в лучшую сторону, и это улучшение очень существенное, то неужели попытка не стоит наших усилий и времени? А в результате отказа попробовать шансы на успех всегда равны нулю. Если у нас все получилось, тогда мы не зря потратили время. Если нас постигла неудача, что неудивительно, ведь шанс на победу был ничтожен, сделаем свои выводы и пойдем дальше. Пусть мы не выиграли, но мы пытались и получили новый опыт. Если же мы даже не пробуем и пройдем мимо шанса изменить свою жизнь, то мы никогда не узнаем о том, на что мы способны, и до конца своей жизни сможем только жалеть, что не попытались. Ведь каждая предоставленная нам возможность это способ реализовать то, что заложено в нас природой и что предначертано нам свыше, так как появление каждого из нас в этом мире не случайно. Если человек, преодолев страх, начинает реализовывать замысел Всевышнего, то жизнь его в корне меняется. Происходит очищение пространства для новой реальности. Поэтому человеку приходится жертвовать тем, к чему он привык, и что кажется родным и близким. Но зато ему выпадает шанс в корне изменить свою жизнь и пойти новым путем. А наилучший ориентир того, что предоставившийся шанс действительно принесет нам благо, это радость от его воплощения. Не зря в хадисе говорится, что каждому легко дается то, ради чего он сотворен. Через исполнение своего предназначения человек познает наивысшую радость истину. Очень часто мы боимся упустить новые возможности и не разглядеть их в потоке ежедневной суеты. Для последователей иудаизма такой шанс отсеять зерна от плевел и отличить реальную возможность перейти к благоденствию от иллюзий предоставляет Кабала. Известного израильского кабалиста, основателя и руководителя Международной Академии Кабалы Бнэй-Барух и Института исследования Кабалы имени Ягуда Шлага Михаэля Лайтмана спросили «Считается, что в наше время страх что-либо упустить развивается все больше и становится настоящей фобией. Люди боятся упустить какую-то информацию или что-то интересное, захватывающее. Как вы к этому относитесь? Что это такое?» И его ответ был таков. «Когда-то и я в какой-то степени страдал этим, до того, как нашел науку Кабала. В то время еще не было интернета, и я рыскал во всех журналах, библиотеках, везде, боясь упустить что-то важное в мире о себе, о жизни, пропустить возможность как-то реализоваться. Основа этого страха в том, что человек хочет что-то сделать в жизни, чего-то достичь, не упустить основного, смысла существования, а в итоге мечется, пока не устает и не соглашается на то, чтобы как-то дотянуть до конца жизни. И все. Но тот, кто выходит на уровень Кабалы, наоборот, начинает понимать, что самое главное для него, чтобы люди изменились к лучшему. И в это он вкладывает себя, как в детей. Ему не важно, что дети будут думать о нем. Ему важно, чтобы они преуспели и уже думали о своих детях правильно. Индуисты, а за ними и буддисты, верят в реинкарнацию душ всех живых существ. Каждый своими плохими и добрыми поступками и даже мыслями создает себе карму. После смерти на основании своей кармы человек перерождается в какое-либо существо или же вообще прерывает круг сансары, цепь перерождений. Поэтому каждый должен стремиться использовать все возможности для улучшения своей кармы. Жизнь кого бы то ни было есть результат его предыдущей жизни. Прошлые грехи приносят печали и несчастья. Былое благочестие порождает блаженство. Жизнь без сожалений одна из духовных максим буддизма. Но что такое сожаление? Можно и нужно ли стараться жить без них? А если они все-таки есть, то как с ними справиться? Сожаление это эмоциональное состояние человека, в котором он обвиняет себя за полученный негативный результат. Оно сопровождается чувствами потери и горечи. Казалось бы, все ясно. Сожаление это сплошной негатив. Однако все не так однозначно. По мнению Роуза и Моррисона, сожаления, особенно о том, что человек не сделал, способны подтолкнуть его к успеху в будущем, поскольку полученный негативный опыт содействует желанию не повторять ошибок. Без сомнения, сожаления могут иметь очень негативное влияние на наше психологическое здоровье, особенно в случаях их слишком частого появления. Если человек зацикливается на своих прошлых ошибках и без конца винит себя в них, то он рискует впасть в глубокую депрессию, которая способна вылиться в серьезную психологическую или физическую проблему. Самым лучшим выходом из этой ситуации, по мнению специалистов, являются анализ ситуации и применение нового опыта на практике. Не надо упускать предоставляющиеся нам возможности. Воспринимайте жизнь как путешествие со множеством нового и интересного. Случай подчас способен кардинально изменить нашу жизнь. Будем относиться к шансу с радостью. Даже если новое нас немного пугает, все равно попробуем использовать возможности проявить себя в новых обстоятельствах. Ведь именно сожаления о несовершенном не дают людям покоя годами. Психологи призывают не бороться с сожалениями, ведь они неотъемлемая часть человеческой натуры. Просто анализируя наши сожаления, отнесемся к ним как к учебному пособию и постараемся, минуя прежние оплошности, выстроить свое лучшее завтра. Жизнь это постоянное творчество, это всегда риск и эксперимент. Люди с давних времен нашли два способа познания жизни, деятельный и созерцательный. Так, например, разделял два подхода к человеческому темпераменту скульптор Микеланджело Буаноротти. В знаменитой капелле Медичи он установил статуи портреты двух герцогов, родоначальников фамилии Медичи. Один деятельный Джулиано, другой созерцательный Лоренцо. Каждый из герцогов полностью открыт для познания жизни и создан для великих дел. Каждый способен на многое и многого достигает. Какой темперамент предпочтительнее? Какой подход к жизни результативней? Ведь оба герцога добродетельны и совершенны. Оба одинаково благородны, мудры, красивы и доблестны. Кто присмотрится к красоте их, поистине сочтет их созданными не на земле, а на небе. Джорджа Вазари. Оба пути сосерцания и деятельности одинаково трудны. Но идти по этим путям придется этого не избежать. Жизнь человека это экспедиция к неведомому. Непреложной истиной является то, что все мы живем впервые. Я увидел, что человек не может постигнуть дел, которые делаются под солнцем. Экклезиаст. А это значит, что мы сами создаем себе трудности и плодим иллюзии своими фобиями, предрассудками и комплексами. Возможность измениться предоставляется нам каждый день. С каждым новым человеком и новым событием в нашей жизни. Ведь судьба, по образному выражению Борхеса, это сад расходящихся тропок. Это недоконченный, но и неискаженный образ мира. Бесчисленность временных рядов. В жизни главное действовать, а наслаждения и страдания придут сами собой, обронил как-то Гёте. Лучше действовать и получать результат, в любом случае влияющий на будущее, обогащающий его, чем уклоняться от всякого действия, что потом неизбежно вызовет одно лишь сожаление. Надо действовать, решаться, пробовать, ажир, действовать. Только этого требовал Наполеон от своих офицеров. Инициативность и умение действовать на свой риск чрезвычайно ценилось императором французов, особенно когда риск приносил удачу. Всякое потерянное мгновение – это случай, который может повлечь за собой несчастье. Люди могучей силы действия становились у Наполеона маршалами, министрами, королями. Жизнь становилась похожа на приключенческий сериал, отпечатанный в истории. Что мешает любому из нас превратить свою жизнь в большое приключение? Нужен ли для этого Наполеон? Нет. Для этого достаточно вспомнить истину, уже неоднократно высказанную на этих страницах. Лучше сожалеть о сделанном, чем о не сделанном. Сутра выбор знак бессознательное будет удерживать нас от ошибочных решений действий любыми способами. Развиваем интуицию, прислушиваемся к сигналам изнутри и обращаем внимание на знаки. Вспомним ощущение драйва и потока, когда все складывается. Перед нами открываются все двери, мы везде успеваем, по пути сплошная зеленая волна, дело спорится, вовремя объявляются нужные люди, случайно происходят хорошие события. Часто мы думаем, что это просто везение, но не является ли это везение результатом нашей чуткости к знакам мироздания, которые указывают нам верный путь. К знакам судьбы прислушивались герои исторических событий, стремясь к величию и славе. Знаки решали судьбы многих поколений людей и целых цивилизаций, например, Римской империи. Ко времени, когда победив всех возможных соперников, зашел на престол сын Констанция Хлора Константин, она уже утвердилась на огромных пространствах, от вересковых пустошей Шотландии на западе, до берегов Ефрата на востоке, от берегов Рейна и Дуная на севере, до Нильских порогов и песков Аравии на юге. Управлять огромной державой из Рима становилось все труднее. Императоры оставались там, где ситуация была наиболее угрожаемой, или же там, откуда легче было контролировать все провинции. Единого центра, который мог бы стать новой столицей, не было. Медиалан, нынешний Милан, был слишком далеко от богатых восточных владений, а не комедия претила Константину из-за памяти о Диоклетиане. И вот приснился ему сон. Хотя император не снизошел до того, чтобы рассказать, каким образом это вдохновение свыше было передано его уму, констатирует в своем знаменитом труде английский историк Эдуард Гиббон. Пустоту, оставленную его скромным молчанием, щедро заполнили изобретательные писатели последующих веков, описав видение, которое ночью возникло в воображении Константина. Когда он спал за стенами Византия, божество, покровитель этого города, почтенная богиня Матрона, согнувшаяся под тяжестью прожитых лет и болезней, внезапно стала девушкой в расцвете юности. Император собственными руками надел на нее все символы императорской власти. Монарх проснулся, понял смысл этого благоприятного предзнаменования и, не колеблясь, подчинился воле неба. Знамение, посланное бессознательным Константину во сне, помогло ему сделать выбор, результатом которого стало основание второго или же нового Рима, Константинополя. Этот город стал столицей Римской империи, а менее чем через столетия он превратился в средоточие на рождающейся византийской цивилизации. С точки зрения теории информационных систем, поступок императора выглядит вполне оправданным. В условиях отсутствия достаточной информации, когда нужно сделать выбор, нельзя забывать о возможности ошибиться. Ошибка это всегда потеря. Потеря денег, времени, других ресурсов. Поэтому на первое место выходит задача поиска методов, которые давали бы гарантию правильного выбора. Для этого необходимо получить полную информацию обо всех возможных вариантах. И это очень усложняет жизнь, так как редко, когда нам предоставляется возможность выбора всего из двух или трех возможностей. Не то, что стратегическое политическое решение, но даже такой простой вопрос, пойти или не пойти сегодня в кино, при подробном анализе выявит больше десятка различных вариантов развития ситуации. как положительных, так и отрицательных. Подобным образом и успешность наших действий необходимо оценивать с точки зрения вероятности того, что не учтен какой-то важный фактор. Мы не можем иметь всю информацию об окружающем мире. Вот тут и приходит на помощь наше бессознательное. Очень часто выводы, которые делаем мы на основании рационального расчета и наше бессознательное отличаются. Не надо забывать, что бессознательное реализует свой метод анализа реальности, поскольку может видеть факты и закономерности, которые сознание не замечает. Поэтому бессознательное нередко нашептывает нам верный ответ, надо только его услышать. Иногда это называют интуицией. Те люди, которые научились доверять ей, способны принимать правильные решения даже при явном отсутствии информации. Если же мы, по мнению бессознательного, допускаем явную ошибку, оно будет пытаться привлечь к этому внимание, подавая нам сигналы и знаки. И чем меньше мы будем обращать на них внимания, тем больше их будет. Например, перед важной встречей мы сначала забываем ключи от машины, потом нам приходится вернуться за документами, потом мы проезжаем нужный поворот. В итоге безнадежно опаздываем. Возможно, что таким образом наша бессознательная пыталась предупредить, что эта встреча не принесет нам пользы или что мы к ней еще не готовы. С помощью потери или повреждения нужных вещей бессознательная пытается донести до нас важную информацию. Иногда это может быть даже болезнь, которая помешает нам сделать неверный шаг. Поэтому при принятии важного решения, помимо объективных причин, необходимо прислушиваться к сигналам, которые подает наше бессознательное. Таким образом оно пытается уберечь нас от фатальных ошибок. Для того, чтобы неосознанная сфера человеческой деятельности работала и мозг функционировал полноценно, его необходимо постоянно загружать новой информацией. По мнению известного нейрофизиолога Хосе Дель Гадо, реакции каждого индивидуума определяются условиями окружающей среды, воздействующими на нейрофизиологические механизмы мозга посредством притока сенсорной информации и проявляются соответствующей двигательной активностью, поведением. Причем деятельность мозга зависит от сенсорного притока из внешней среды не только сразу после рождения, но и на протяжении всей жизни. В его отсутствии нормальные психические функции нарушаются. Оперируя неявной на уровне нашего сознания и подсознания информацией, изучая характеристики внешней среды, мозг формирует наиболее подходящую и адекватную возникшей ситуации программу поведения. При этом мозг может стать более восприимчивым к любым стимулам окружающей среды, которые способствовали формированию той или иной программы поведения. В дальнейшем эти стимулы могут стать путеводными знаками на пути человека, будучи основой для пополнения его интуиции. Эту сферу, где сознательный контроль дополняется, а иногда частично замещается влиянием подсознания, Фрейд назвал парапраксис, то есть нечто сверх обычной практики сознания. Сфера парапраксиса по Фрейду включала в себя оговорки, описки, ошибки слушания и чтения. Забывание слов, имен, впечатлений. Потерю вещей к ней приравниваются такие ситуации, когда вещь прячут так, что потом сами не могут найти. Действия по ошибке Классическим примером является случай с ошибочным адресом, который также описал Фрейд. Человек подсознательно не хочет писать кому-то письмо, но его совесть, цензор, заставляет его выполнять то, что должно, и человек выполняет письмо написано. Однако, когда он уже ослабил контроль во время написания адреса на конверте, он как будто случайно совершает незначительную ошибку при написании какой-то его части, но такую, которая направляет письмо не туда. Таким образом, подсознание удерживает сознание от нежелательных ошибочных всего точки зрения действий. Наверняка все мы сталкивались с ситуацией, когда у вас появлялось чувство дежавю или острое ощущение, что сейчас произойдет нечто важное. Это тоже сообщение нашего подсознания, которое сигнализирует о том, что данный момент таит в себе ответ на какой-то вопрос и указывает правильное направление, чтобы уберечь от ошибочных действий. Многие истины, открытые современной наукой, были интуитивно известны людям на протяжении многих столетий. Именно в коллективном бессознательном содержатся сакральные знания и формируются барьеры, закрывающие доступ к ним большинства, которые не готовы воспринять и правильно использовать эту информацию. А знаки и символы, являющиеся ключами к тайным знаниям, издревле находились в руках мудрецов и духовных учителей. Адепты древнееврейского мистического учения кабалы трактовали созданный богом мир как шифрованный мистический текст, созданный посредством 22 букв знаков еврейского алфавита, который сможет прочитать только мудрец. Постижению мира как текста учит древнейший каббалистический трактат Сефер Ецера. Он создал из хаоса реальность и сделал свое отсутствие своим присутствием и вытесал большие столбы из воздуха необъятного. И вот знак. Он наблюдает и перемещает, делает все созидаемое и все слова одного имени и знак для этого слова 22 в одном теле. Слова проплывавшего мимо музыканта о натяжении струны стали истинным знаком для Сиддхартхи Будды Гаутамы. Если натянуть струну слишком сильно, она порвется. Если слишком слабо, она не будет звучать, услышал принц Сиддхартха. Постигнув смысл этого знака, Будда открыл срединный путь, ставший одним из столпов буддизма. По мнению мусульманских мудрецов, когда человек покоряется и предается воле Аллаха, он становится мусульманином. Тогда Всевышний выводит его на прямой путь. Чтобы человек не заплутал, Творец в качестве руководства не спасал мусульманам закон, шариат, ограждающий верующих от греховного и недозволенного. Кроме того, Аллах наделил верующих таква, интуицией, помогающей различать добро и зло, разрешенное и запретное. В сердце каждого человека спрятаны сигнальные индикаторы таква, подсказывающие человеку истинную природу его деяний. Мусульманин, совершающий греховное и недозволенное деяние, чувствует беспокойство и вину, которые сигнализируют о запретности совершаемого. Тревога и стыд – знание того, что мы поступаем неправильно. Христианский взгляд на проблему выбора формулировал апостол Павел в одном из своих текстов. Он рассказывал о совершенных, у которых чувства навыкам приучены к развлечению добра и зла. Это люди, которые в результате духовной работы над собой так воспитали свои душевные навыки, что они удерживают их от промахов и грехов – подревнегреческий грех амортия буквально промах непопадания в цель, опознавая их по знакам. То есть бессознательные навыки можно воспитывать, в частности, через привычки. От привычки происходит навык, а навык обращается в природу. Превратить же и изменить природу трудно, говорит преподобный Нил Синайский. Можно воспитать свою природу как в ту, так и в другую сторону. Если сердце доводится до чистоты, то ясно, что очищаются и все чувства. Человек – любимое дитя Вселенной. Человек и Вселенная всматриваются друг в друга, вслушиваются, беседуют, обмениваются знаками. Любящая мать одарила своих питомцев способностью чувствовать и мыслить, созерцать видимые и невидимые миры. Сознательно и бессознательно человек связан с нею бесчисленными нитями, ощущая ее пульс и дыхание. «Меж нами есть родство», писал Арсений Тарковский. В древние времена человек был особенно чуток к голосам природы, звезд, к музыке сфер, по словам Пифагора. Сейчас в эру технического прогресса слишком много стало помех, засоряющих космический эфир. Но наши современники, стремящиеся к совершенству, не потеряли остроты духовного зрения и внимательно вчитываются в таинственные глаголы Матери Вселенной, чей словарь открыт во всю страницу, от облаков до глубины земной. Народная мудрость это коллективное бессознательное, которое бережно хранит наблюдения, знаки и приметы, посылаемые людям для того, чтобы они не заблудились на своем пути, чтобы предупредить их об опасности или наоборот о счастливых переменах. Примеров тому несть числа. Вот некоторые из них. Мураши в доме, к счастью, заяц поселению бегает к пожару. Кто нечаянно заметит свет в своем доме, жди счастья. Как в воду глядишь, так и кажется. Петухи распелись не вовремя, к вестям. Губы зудят, к поцелуям. Хлеб или ложка за обедом выпадет, к гостям. Кошка моется, гостей зазывает. Принятие исследования знаком требует от нас доверия миру и себе. Иногда наши планы не всегда правильны, а желания полезны. И знаки всегда предупреждают нас об этом. Если мы серьезно будем относиться к знакам судьбы и идти по ним как по хлебным крошкам, судьба обязательно выведет нас из темного леса заблуждений на светлую дорогу нашего истинного пути. Сутра выбор. Шанс. Выигрывают те, кто дает случаю шанс. Случайный шанс, как маловероятное событие, это развилка новой линии судьбы. Высоковероятное событие, это один из пунктов реализации уже выбранной линии. В жизни случаются совершенно немыслимые, невероятные и неожиданные истории, которые, как нам кажется, посланы самой судьбой. Например, наш прадедушка, напрасно ожидая свою подругу, знакомится с нашей прабабушкой, которая тоже не дождалась своего кавалера. Они увидели друг друга и полюбили на всю жизнь. Даже страшно представить, что бы произошло, если бы они упустили этот шанс. Все настоящее было бы совершенно иным. Что это? Закономерность? Перст судьбы? Счастливая случайность? История знает огромное количество открытий, совершенных случайно. Забытый флемингом и покрывшийся плесенью образец послужил открытию пенициллина. Открытие Колумбом Америки. Перевернутый яблочный пирог сестер Татэ, оказавшийся случайно в духовке, подарил миру шарлотку. Психолог Эльза Гадар отмечает, что случай способен заставить человека переосмыслить свой выбор, поменять отношение к действительности, выявить свои новые стороны. Шанс это плод не только случайности, но и нашей способности трансформировать его в возможность. По мнению многих специалистов, наша способность замечать и использовать полученные шансы, иными словами удачливость, нарабатывается с помощью количества таких неупущенных шансов. Ведь даже выигрыш в лотерею подразумевает покупку билета. Эр Вайзерман, в течение десяти лет изучающий удачливых и неудачливых людей, утверждает, что люди, называющие себя удачливыми, охотнее видят в случайности возможности. Они не теряют времени и используют предоставляемые им шансы, в то время как называющие себя неудачниками зачастую не могут разглядеть в случае возможный положительный потенциал. Способность улавливать и оборачивать в свою пользу новые возможности заложена в самой человеческой природе. Поэтому ситуации, в которых у нас отсутствует возможность и необходимость поиска новых решений и алгоритмов, действуют на нас разрушающе. Обилие шансов делает любую систему многообразнее и сложнее. Возьмем, к примеру, системы с большим количеством частиц, когда мы описываем свойства тел, состоящих из большого количества микроскопических систем, атомов, молекул и тому подобного, нам нужно учесть все возможные варианты событий, даже если вероятность таких событий бесконечно мала. Иными словами, эти события практически не имеют шанса состояться. Но из-за огромного количества этих частиц такие события вносят достаточно большой вклад в свойства всей системы. Сегодня у нас практически всегда есть возможность выбрать альтернативный способ действий, развиваться в том направлении, в котором складывается лучшая конъюнктура, меняя свой статус и сферу деятельности. Тогда как человек традиционного общества вынужден был, как правило, довольствоваться социальным статусом, полученным при рождении. Главное рискнуть и использовать свой шанс, выйти из зоны комфорта. Судьбы многих великих людей подтверждают следовать за мечтой, делать то, что поначалу страшно, ставить себе высокую планку, не отступать и использовать любые возможности для продвижения вперед, это самое настоящее и ценное. Так получилось и в древнегреческом мифе о Дедале и Икаре, когда человек смог покорить совершенно новое недоступное пространство – воздух. Дедала, афинского архитектора, скульптора, художника и изобретателя, длинная цепь неожиданных событий привела на остров Крит, где царствовал Минос, сын Зевса и Европы. Царь Крита был рад заполучить величайшего художника Греции, и Дедал по приказу Миноса создал на острове множество произведений искусства. Несмотря на то, что на острове мастер продолжал заниматься искусством, он не ощущал себя свободным. И тогда в голове изобретателя зарождается дерзкая мысль сделать то, что никто никогда не делал, попробовать сбежать по воздуху. И он изобретает крылья для себя и сына Икара. Когда отец и сын надели крылья и взлетели, критяне, видевшие этот полет, приняли их за богов. Но открытие новых неизведанных путей иногда стоит очень дорого. Юный Икар, поднявшись слишком высоко, погиб. Солнце растопило воск, скрепляющий его крылья. Шанс обрести свободу зачастую кажется таким незначительным, но для настоящего художника это драгоценнейшая находка. Как Дедал случайно открывает небо, так для каждого настоящего искателя найдется свой шанс открыть новый мир. Да, шанс это всегда риск полить крылья, но без этого невозможно и взлететь. Даже в кастовой системе индуизма у человека всегда есть шанс в следующем воплощении занять более высокую социальную ступень. из самых ранних произведений санскритской литературы известно, что говорившие на арийских наречиях народы в период первоначального заселения Индии приблизительно с 1500 по 1200 год до нашей эры уже делились на четыре главных сословия, позже названные варнами, что в переводе с санскрита означает цвет. Брахманы, священнослужители, дшатрии, воины, вайши, торговцы, скотоводы и земледельцы, и шудры, слуги и разнорабочие. И хотя в жизни земной переход из одной варны в другую невозможен, индусы верят в перевоплощение и считают, что тот, кто соблюдает правила своей касты, в будущей жизни поднимется по рождению в более высокую касту. Тот же, кто нарушает эти правила, потеряет социальный статус. Поэтому шанс самому управлять своей судьбой, пусть и в туманной перспективе, но сохраняется за каждым. Одним из столпов мусульманской веры является вера в божественное предопределение, по которому история человечества предустановлена волей Аллаха. Это не означает совершенной беспомощности человека и его неспособности влиять на свою судьбу. Аллах творец всех деяний на земле, как хороших, так и плохих. При этом человек обладает свободой выбора, ихтияр, и может присваивать себе предложенные творцом деяния. Шанс, выпавший человеку, своеобразная подсказка, в каком направлении двигаться. Окруженный миллионом возможностей, человек не всегда способен сделать правильный выбор. Кто идет прямым путем, тот идет для самого себя, а кто заблуждается, то заблуждается во вред самому себе, не понесет носящая ношу другой. И мы не наказывали, пока не посылали посланца. В иудаизме есть эпизод, в котором упоминается единственной известной историей человек, ставший христианским святым и одновременно с этим имеющий авторитет в иудаизме. Встав же в Синедрионе некто фарисей именем Гамалиил, законоучитель, уважаемый всем народом, приказал вывести апостолов на короткое время, а им сказал, мужи израильские, подумайте сами с собою о людях сих, что вам с ними делать, ибо незадолго перед сим явился Февда, выдавая себя за кого-то великого, и к нему пристало около четырехсот человек, но он был убит, и все, которые слушались его, рассеялись и исчезли. После него во время переписи явился Иуда Галилеянин и увлек за собой довольно народа, но он погиб, и все, которые слушались его, рассыпались. И ныне и ныне вам отстаньте от людей сих и оставьте их, ибо если это предприятие и это дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его, берегитесь, чтобы вам не оказаться и Бога противниками. Они послушались его, и призвав апостолов, вбили их, запретив им говорить о имени Иисуса отпустили их. Гамалиил предложил рискнуть, дать шанс Богу, а в Бога члены Синедриона верили проявить себя через случай. Они приняли решение поступить нестандартно, и как минимум Гамалиил выиграл. Своим мечтам и новым идеям необходимо давать шанс. То, что мы не видим этих шансов и потенциальных возможностей, не означает, что их нет. Просто мы сами пропускаем нужный поворот, по привычке следуя старому маршруту. Но если ходить все время по протоптанной дорожке и разыгрывать карту безопасности, ничего нового в жизни так и не произойдет. Наша судьба каждый день посылает нам тысячи шансов изменить свою жизнь, как в худшую, так и в лучшую сторону. И только от нас зависит, сможем ли мы ими воспользоваться и как. Сутра выбор сомнения если решение принято, то смотрим уже только вперед. Сомневаемся и думаем только до принятия решения. После этого действуем с полной уверенностью, отказавшись от сожалений и не возвращаясь назад. Про консул Цезарь глубоко задумался, в сумерках всматриваясь в запретный противоположный берег. Он понимал, что одного в Риме его могут убить, а с войском он войти не мог. Легионы ветеранов гальской компании были закалены в походах. Солдаты Цезаря почти боготворили. В боях он обращался с ними как с товарищами. Вознаграждать за заслуги и мстить за их смерть или оскорбление считал своим священным долгом. Переход через реку Рубикон, служившую границей между Италией и римской Альпийская Галлия преданных своему полководцу войск римский сенат мог бы расценить как мятеж. Терять такую блистательную армию у самых ворот Рима полководцу тоже было смертельно опасно. Покончив с колебаниями Цезарь произнес историческую фразу «Жребий брошен» и решительно перешел через реку вместе с армией. В результате дальнейших политических маневров он был провозглашен пожизненным императором. Переход через Рубикон во многом определил исторические судьбы Римской империи и мира. С тех пор выражение «перейти Рубикон» означает пройти точку невозврата, то есть отринуть все сомнения и совершить поступок, после которого уже невозможно отказаться от замысла или повернуть назад. Мы тоже каждый день переходим наши большие и малые Рубиконы, начиная от выбора вуза или профессии до решения, что заказать на ужин и куда поехать отдохнуть. И практически никогда к нам сразу не приходит однозначный ответ. Сомнения вот спутник любого выбора. В большом количестве вариантов есть множество плюсов. Это свобода выбора, а также ценнейшая возможность найти то, что максимально подходит именно нам. Однако у этого обилия вариантов есть и оборотная сторона. По мнению психолога Барри Шварца, автора работы «Парадокс выбора», слишком большое количество опций может сильно помешать человеку сделать правильный выбор. Проблема состоит в том, что сегодня человек вынужден принимать слишком много решений, что влечет за собой стресс, усталость и чувство вины за очередной неверный шаг. Для того, чтобы принять правильное решение, по мнению многих специалистов, человеку необходимо иметь достаточно времени для анализа. По данным исследований, человеческое подсознание, получив информацию и задание, продолжает работать над поиском наилучшего решения, даже в то время, когда человек занят чем-то другим. А сомнения и колебания результат включения нашей сознательной части, которая иногда забивает голос интуиции доводами, которые кажутся нам объективными. Но сомнение, по мнению психологов, нормально. Достичь абсолютной уверенности, особенно в вопросах со многими неизвестными, практически невозможно. Психолог Марк Тиррелл пишет, «Достижение полной уверенности в принятом решении может быть серьезной ловушкой. Полагать, что не имеет никакого смысла действовать, если еще имеются некоторые сомнения, ошибочно. Именно поиск абсолютной уверенности приводит к еще большим сомнениям и в итоге к бездействию». Почему же человек склонен затягивать с решением? Эксперты говорят, что главными причинами являются страх ошибок и страх ответственности. Сознательный выбор только одной линии поведения из многих возлагает большую ответственность именно на нас, так как в этом не участвуют ни автоматические механизмы принятия решений, ни внешние силы, не подвластные нашему контролю. Способность человека к выбору одной стратегии действия из многих базируется на способности мозга к абстрагированию и обобщению. В приспособительной деятельности человека высшие формы обобщения являются основанием для выработки общих форм поведения, которыми он пользуется в первую очередь. Благодаря этому в новой ситуации человек может использовать с помощью второй сигнальной системы уже готовые приспособительные реакции, которые дают ему возможность быстро ориентироваться в ситуации. Сомнение негативно влияет на эффективную реализацию заложенных в человеческом мозге готовых программ поведения. Во-первых, сомнения и беспокойства, которые его сопровождают, являются достаточно энергоемкими процессами. Нарушается процесс формирования наиболее адекватной программы для реализации принятого решения. А благодаря работе расположенных в головном мозге зеркальных нейронов в социальной группе наша неуверенность к примеру может быть передана другим ее участникам. Современные риски нередко являются результатом возрастания рефлексии. Именно сомнения и избыточное моделирование различных вариантов развития событий могут привести к созданию дополнительных сценариев, ухудшающих ситуацию. И, соответственно, замедлить процесс принятия решения. Но если на стадии оценки это все же оправдано, так как высоки шансы и удачного моделирования ситуации риска, то при непосредственном выполнении задачи избыточная рефлексия отвлекает и сбивает концентрацию внимания. Именно поэтому сомневаться и думать следует непосредственно до принятия того или иного решения. А после этого с полной уверенностью действовать. О том, что сомнения своего рода испытания, проверяющие, насколько крепки вера и воля человека, говорят и все мировые религии. Под сомнением рассуждая о том, чего не знаешь, если ошибешься, не потерпишь вреда. Однако, когда кто уверовал в Бога, тот не должен колебаться сомнением, что потерпит лишение во время своего служения. Маловерный же, не имея твердого упования на Бога, осуждается, как неверный, писал христианский святой Ефрем Сирин. Христос тоже говорил о сомнениях. Иисус же сказал в ответ, истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете «поднимись и ввергнись в море», будет, и все, чего не попросите в молитве с верою, получите. Верующие, только те, которые уверовали в Аллаха и его посланника, потом не испытывали сомнений, говорится в Коране. Сомнения указывают на недоверие Аллаху и его пророку и отсутствие веры в себя. В основе сомнения лежит страх сделать неправильный выбор и, следовательно, показывает неспособность человека различить истину, отделить черное от белого. Согласно исламскому вероучению, сомнения человеку нашептывает шайтан, желающий сбить верующего с истинного пути. Поэтому, засвидетельствовав свою веру словами свидетельствования веры в Аллаха, шахады, человек должен отгонять любые сомнения об истинности и правильности своего выбора. В противном случае он впадает в грех неверия. Одновременно с этим сомнение показывает раздвоенность, а то и расстроенность природы сомневающегося, множественность его целей. На него нельзя положиться, потому что он и сам не может с уверенностью сказать, как поступит в той или иной ситуации. Его система ценностей плавает. Про таких людей говорят ни рыба, ни мясо, они всегда подстраиваются под ситуацию. В буддизме нерешительность и сомнение являются одним из пяти препятствий к просветлению. Сомнение по буддизму это очень серьезное препятствие на пути духовного совершенствования. Его особенность в том, что оно постоянно поддерживает состояние нерешительности, в котором мы активно не желаем прояснить свою позицию. Мы постоянно позволяем себе уклоняться от постановки и выяснения важных вопросов. Как и в работе с другими препятствиями, прежде всего необходимо признать, что это действительно сомнение. Вичикичха. В данном случае важны именно результаты распознавания препятствия. Как только мы обнаруживаем присутствие сомнений и нерешительности и понимаем, что они нежелательны, нужно принять твердое решение изменить ситуацию. Чтобы справиться с препятствием сомнения и нерешительность, можно использовать размышления в духе Випассаны о его непостоянстве, об отсутствии у него независимой сущности и о том, что оно не способно принести счастье. Самое главное развить в себе непоколебимую решимость. Тогда можно будет подумать, как прояснить неосознанные заблуждения, лишающие нас уверенности. В каждое мгновение жизни перед нами открыто целое море возможностей. Дар свободы, врученный людям для самостоятельного движения вперед, иногда обескураживает нас до головокружения. Что делать? Куда идти? Сомнения туманят разум и волю. Но у каждого из нас есть главная цель. Это следование нашему внутреннему компасу, который ведет нас к истинной цели. Пройдя через множество сомнений, ориентируясь на этот маяк, осознать свое предназначение и смело начинать притворять его в жизнь. Это и есть наш путь. И только преодолев сомнения и начав действовать без страха и упрека, мы выйдем из мира сумерек и тумана на открытый простор. Сутра выбор свобода Разумный эгоизм оправдан. Боремся за свое счастье и свободу выбора, иначе зачем мы родились? Потребность человека в свободе информации, общения и передвижения является одной из самых важных. Почему именно эти свободы нам так необходимы? По мнению психологов, они являются наиважнейшими ценностями, поскольку играют главную роль в становлении человека как личности, в формировании его идентичности, определяют степень его участия в общественной жизни. Именно свобода информации, свобода общения и свобода передвижения дают человеку возможность учиться, анализировать, делать выводы, развиваться, принимать комплексные решения и влиять на реальность вокруг. Часто люди ставят свою свободу в зависимость от наличия контроля над всем их окружающим. Большинство людей полагают, что они бы с радостью предпочли бы быть руководителями и иметь контроль над подчиненными, нежели быть под контролем кого-то. По мнению психологов, контроль действительно является благоприятным фактором. Однако фокусироваться он может на разном. Исследования показали, что люди с внутренним локусом контроля, люди, которые полагают, что именно они руководят своими действиями и достижениями, обладают лучшим физическим и психическим здоровьем, чем люди с внешним локусом, люди, которые верят в то, что их жизнь зависит исключительно от внешних обстоятельств. По-настоящему свободный человек, по мнению писателя Мигеля Руиса, имеет иммунитет к разнообразным попыткам других людей регулировать его поведение. Он дает следующий совет «Не принимайте ничего на свой счет. Мы всегда можем рассматривать попытки других контролировать нас, как нечто говорящее о них самих, но не о нас». Действительно, свободный человек не пытается контролировать остальных людей. Психолог Мишель Ларивье в своей книге «Завоевать свободу быть собой» высказывает похожее мнение. Свобода внутренняя независимость. Это состояние, позволяющее человеку быть собой, чувствовать себя комфортно в своем теле, будь то в одиночестве или рядом с другими. Свободный человек легко выносит критику и не стремится критиковать других. Он не боится показаться смешным и делать то, что ему нравится. Можно сказать, что свободным человеком движет разумный эгоизм. Стратегия поведения, при которой человек прикладывает активные усилия к саморазвитию и достижению своих целей. Не ущемляя при этом интересов окружающих и не вступая в конфликт с социумом. Может показаться странным, но мораль и эгоизм зачастую идут рука об руку. У них много общего. Когда мы думаем о морали, то сразу же представляем себе людей, совершающих правильные поступки, делающих мир лучше и думающих о других. Однако, если мы проанализируем, почему люди принимают высокоморальные решения, то станет ясно, что зачастую они имеют в виду и свой личный интерес. Практически всегда при решении этических вопросов включается механизм эгоизма, и это неудивительно. По большому счету, разумным в строгом смысле слова может быть только эгоизм. Поставив высший приоритет заботу о себе, обеспечив себя всем необходимым для внутреннего роста и развития, тем самым мы приобретаем истинную свободу. Ведь в основе ощущения свободы лежит свобода самого выбора, возможность сознательно выбирать между альтернативными вариантами действий с полным осознанием того, что мы могли бы выбрать иной вариант. Свобода выбора тесно связана с понятием воли, которая, согласно интеллектуалистической теории, может быть сведена к функционированию познавательных процессов. Стремление к познанию мира, как внешнего, так и внутреннего, является глубинно заложенной в нас потребностью. Именно оно определяет личность человека, даруя чувство внутренней полноты, придавая жизни смысл и даруя ощущение свободы. Всемирно известный ученый Вернацкий говорил, «Жизнь для меня определяется любовью к людям и свободным исканием истины». Этими словами описаны чрезвычайно важные составляющие нормальной человеческой жизни, которые заключаются в свободном общении с людьми, передвижении и познании себя и мира в целом. Имея возможность постоянно подпитывать себя знаниями, умениями и определенными навыками, человек становится поистине свободным. Однако свобода не является простым подарком судьбы. «Дарованная нам свобода выбора предусматривает ответственность за поступки и действия, которые сопровождают этот выбор». Жить в обществе, а тем более в обществе традиционном и быть свободным от его требований и ограничений, если и можно, то очень сложно. Поэтому-то и ищут гармонии личностного и социального начала лучшие умы всех времен и многих народов, создавая философские и религиозно-этические учения и демонстрируя возможность сохранения внутренней свободы своим образом жизни. Для личности с сильным характером наличие препятствий это не отсутствие возможностей, а возникновение новых вариантов. Так Христос в Евангелии ломает, разрушает перегородки, существовавшие до этого в среде его народа и религии древнего Израиля. Многочисленные примеры только подтверждают его тезис «Познайте истину и истина сделает вас свободными». Свободными от греха, стереотипов, этнической замкнутости, тем самым естественно подавая нам пример, как поступать в нашей жизни и наших конкретных обстоятельствах. Например, отвечая на вопрос законника «Кто мой ближний?» Христос рассказывает притчо о милосердном самарянине, ставя центром своего повествования представителя народа, которого его соплеменники презирали. Христос разрушает этническую религиозную замкнутость, и проповедь новой веры освобождается от каких-либо границ. «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном. Все имеют право подходить и общаться с Богом. Иисус сказал, «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко мне, ибо таковых есть Царство Небесное». В исламе под свободой понимается естественное право человека, связанное с его способностью делать или не делать что-либо, руководствуясь собственным выбором ихтияр. Свободой выбора человека наделил Всевышний, поэтому никто не вправе указывать человеку, как ему следует поступить и что делать. Единственным ограничением для человека в его деяниях является мусульманский закон Шариат, определяющий границы свободы мусульманина. Нарушение установленных в Шариате норм считается грехом. По-настоящему свободный человек не является собственностью другого человека, государства, общества. Мусульманин свободен в своих передвижениях, в выборе места жительства, религии, труде, убеждениях и общении. Так в Коране говорится, что пророк Мухаммад не мог заставить других верить в Аллаха. Это был их свободный выбор. Предназначение пророка состояло в передаче откровения людям. Напоминай же, ведь ты только напоминатель, ты над ними не властитель. Если они отвратятся, то мы ведь не послали тебя над ними хранителем. На тебе только передача. Но настоящую свободу мусульманин ощущает лишь следуя за уготованным для него Аллахом, то есть исполняя свое предназначение в мире. В буддизме духовная свобода вимукти возникает под влиянием бесстрастности. В ранних буддийских учениях свобода состоит из двух частей. Во-первых, есть чета вимукти, свобода ума, которая обозначает полную свободу от любой субъективной эмоциональной и психологической предвзятости, от предрассудков, от любой психологической обусловленности. И во-вторых, есть праджня вимукти, свобода мудрости, под которой понимается свобода от всех неверных воззрений, всего неведения, всей ложной философии, всех мнений. Это полная свобода сердца и ума на высочайшем из возможных уровней цель и объект буддийской жизни и практики. Однажды Будда сказал, как у океана один вкус, вкус соли, так и у моего учения один вкус, вкус свободы. Еврейская традиция называет Песах, центральный иудейский праздник в память об исходе из Египта, праздником свободы. При этом подчеркивается, что источником этой свободы является не просто физический уход из рабства, но свобода обретается только после принятия Торы, после реализации религиозного аспекта исхода. Тора принимает и ценит физическую свободу, свободу тела от физического порабощения, свободу человека или народа распоряжаться собой. Но кроме свободы физической иудаизм ценит и другой аспект свободы, свободу божественной искры, являющейся внутренней сущностью души человека, признанной властвовать над внешними элементами его души, над его страстями, соблазнами, сиюминутными желаниями. Иудаизм считает, что сутью человека, его настоящим внутренним я, является горящая в нем божественная искра, а целью человека реализация потенциала, заложенного в этой искре. Свобода высшее благо, и ее ценность не заменят комфорт и достаток. Сутра выбор, беспорядок. Беспорядок притягивает неприятности. У каждого свой порядок в голове и в вещах. Он помогает организовать мысли и действия. Отсутствие такой организации позволяет хаосу мира нарушить наши планы. Часто говорят «порядок на столе, порядок в голове». Это не совсем так, а точнее зависимость здесь прямо противоположная. Если человек привык внутри своей головы все раскладывать по местам, то и хранилище концтоваров ему захочется организовать по той же схеме. А схемы бывают разные. Порядок это не обязательно чистый стол, это просто наличие работающей системы. Порядок возникает с потребностью выяснить надлежащие места предметов, их отношения и определение первостатейных категорий мышления. Порядок начинается в голове. Как принципиальное явление он крайне необходим в армии, государственном администрировании, медицине, науке, бизнесе, промышленном производстве, бухгалтерии и даже в собственном доме. Дом это машина для жилья, как сказал Ле Корбюзье. Социолог Пьер Бурдье и его ученик Люк Болтанский сходили из предположения, что никакой социальный порядок не создается сам по себе и тем более он не спускается откуда-то сверху, от вышестоящих социальных инстанций, но является результатом постоянного согласования и перегруппировки множества практик, то есть создается снизу вверх. В этих условиях контролировать ситуацию возможно, только изменяясь вместе с ней. До момента возникновения логического мышления, которое присуще только организмам, стоящим на высших ступенях эволюции, не было иных способов аккумуляции и передачи потомству жизненного опыта, кроме как заложить способность распознавать эстетические признаки физических предметов окружающей среды. Гармония, порядок и эстетическая красота оказались универсальным механизмом сигнализирования живым существам о благоприятности условий и факторов окружающей среды, которые необходимы для реализации живым существом базовых потребностей своего организма. С другой стороны, беспорядок и хаос стали сигналами бедствия и неблагоприятности условий для выживания и размножения. Беспорядок это способ предупреждения живых существ о надвигающейся опасности. Попав в новый коллектив, человек обычно сначала присматривается к нему. Говорящим свидетельством о сотрудниках могут служить их рабочие места, способные много поведать о своих владельцах, их привычках, характерах и текущем состоянии. Порядок и чистота обычно свидетельствуют о присущей человеку собранности и обязательности. Валяющиеся бумажки, миллионы записок и прочих заметок скорее всего указывают на то, что человек разбрасывается по мелочам и не всегда верно расставляет приоритеты. Как правило, его стол завален бумажками-напоминалками о каких-то важных или интересных делах, запланированных его владельцем на ближайшее будущее. Согласно одному проведенному исследованию, около 60% сотрудников оценивают своих коллег по степени порядка или его отсутствия на их рабочем месте. Половина из этого числа признаются, что они в ужасе от того, до какой степени небрежными могут быть их соседи по офису. Исследователи также выяснили, что для многих людей беспорядок является проявлением истемлений. Иными словами, если вы окружили себя замусоренным пространством, то в вас таится лентяй. Но не стоит забывать один важный нюанс. Часто чужой порядок кажется нам беспорядком, потому что он отличается от нашего. И для того, чтобы понимать других, эффективно взаимодействовать, научиться новому, нам необходимо учиться понимать логику порядка другого человека и его стратегию мышления. Чем большим числом стратегий мы владеем, тем обширнее наши возможности получать информацию, рассуждать вне шаблона и понимать людей, которые живут в ином измерении. Принятие факта существования иного видения порядка дает нам возможность узнать оптимальные стратегии для того или иного вида деятельности и расширить границы нашего мировосприятия. Чтобы разобраться в стратегии, которой мы раньше не пользовались, полезно пообщаться с профессионалами в этой сфере. Они помогут настроиться на новую волну и приучат нас к новой схеме мышления. Духовный наставник тибетских буддистов его святейшество Далай-Лама XIV связывает болезненный хаос мира с тем, что люди и вещи поменялись местами. Люди были созданы для того, чтобы их любили, а вещи были созданы для того, чтобы ими пользовались. «Мир в хаосе, потому что все наоборот», сказал он. «Установление божественного порядка, преодоление хаоса, для него равнозначно выходу из порочного колеса страданий. Обязанность по наведению порядка в своей душе, в своей жизни и карме лежит на самом человеке. Невозможно, чтобы работу сделал кто-то другой, а плоды пожинали вы. Чтение книг о чьем-то духовном развитии не даст вам его постижения. Вы должны совершенствовать себя сами». Религии вообще очень внимательно относятся к порядку, потому как именно порядок есть критерии осознанного, грамотно спланированного и структурированного духовного пути. Согласно Библии, Господь творил мир в определенном порядке и последовательности. То же самое касается и человека. Он положил некий порядок жизни для человечества, обликая его в заповеди Адаму и Еве, в том числе заповедь не вкушать от дерева познания добра и зла. Адам и Ева были наказаны не за познание, а за нарушение божественного порядка. Большое внимание порядку уделяется в Кабале. Порядок мира видится кабалистам изоморфным порядку еврейского алфавита. Если с раннего возраста не приучить ребенка к порядку, если не укоренить это в его природе, то ему придется постоянно делать усилия над собой, пока он окончательно не отметет все ограничения. Чем раньше мы начнем присоединять дисциплину к любви, тем легче ему будет жить, советуют специалисты по Кабале. Чистота и порядок благотворно влияют на нашу деятельность. Вместе с пространством очищается мышление. Поэтому, например, в исламе крайне важное значение уделяется внешней и внутренней чистоте. Внешний беспорядок порождает беспорядок внутри и наоборот. Наведение внешней чистоты очищает и внутреннее пространство от лишних мыслей, отвлекающих мусульманина от его пути. В Коране сказано «Воистину Аллах любит кающихся и любит очищающихся». То есть Аллах любит людей, содержащих свою душу в порядке и чистоте. Обычно, когда мы говорим о беспорядке, то имеем в виду беспорядок физический. На улице, в доме, на столе. Всем известно, что этот беспорядок только ухудшает наш комфорт. Но существуют и другие виды беспорядка. Беспорядок в голове, беспорядок в отношениях, беспорядочный образ жизни и так далее. Все вышеперечисленное объединено отсутствием внутренней упорядочности и ведет к потере контроля над своей жизнью. Начинают накапливаться проблемы. И если не навести порядок, все может вылиться в детерминированный хаос и закончиться фатально. Детерминированный хаос – это непоследовательное поведение системы, динамика, которая зависит от взаимосвязанных факторов. Его особенностью является то, что изменения в системе неустойчивы. Соответственно, долгосрочные прогнозы для таких систем невозможны. Конечное состояние системы нельзя предсказать, и даже незначительные отклонения ее параметров могут привести к совершенно противоположным результатам. Теория хаоса обычно используется для прогнозирования погоды, кругооборота капитала в обществе, для описания поведения самого человека и динамики развития общества и для многого другого. Психологи утверждают, беспорядок ведет к стрессу и неспособности концентрироваться. Людям, живущим и работающим в беспорядке, очень трудно принимать решение, что ведет к плохой самоорганизации, слабым результатам, негативному образу в глазах окружающих и постоянному стрессу и чувству вины. Однако это еще не все негативные последствия беспорядка. Неврологи университета в Принстоне сопоставили состояние рабочих мест сотрудников нескольких организаций, их трудовую деятельность и психическое состояние. Результаты были не в пользу тех, чье рабочее место было в беспорядке. Эти люди находятся в большом стрессе и показывают отнюдь не лучшие результаты. А исследователи университета в Лос-Анджелесе обнаружили, что у всех женщин, за которыми они наблюдали, активизировались гормоны стресса в то время, когда они перебирали вещи в поисках необходимого. Ученые обнаружили, что мозг в эти моменты ведет себя так же, как и в периоды мультизадачного режима работы. Это означает, что органы чувств перегружены, поднимается уровень стресса и блокируется способность мыслить творчески и принимать решения. В такой ситуации вероятность негативных последствий очень велика. С каждой секундой, каждой минутой количество неприятностей будет только увеличиваться. И чем больше беспорядок, тем больше неприятностей. Каждый строит внутри себя некие модели, и внешние объекты стремится расставить по той же системе. Мы исходим из того, что удобнее нашему мозгу, что у него лучше получается. У каждого из нас свой тип усвоения информации и свой порядок обработки сигналов из внешнего мира. И если нам кажется, что окружающие вещи нам не подчиняются, а наши поступки не ведут к цели, очень полезно бывает начать систематизировать наши мысли. Например, с помощью тайм-менеджмента. Если мы наведем порядок в мелочах, они затем, как кирпичи сложатся в стройную систему здания нашего бытия. Тогда не только в своих мечтах, но и в реальной жизни мы заменим расщепляющий нашу личность хаос на порядок и гармонию. Сутра выбор. Смерть. Советуемся со своей смертью. Действуя сегодня, поступаем так, как будто этот день последний. Жить это редчайшая вещь в этом мире. Многие люди просто существуют. Оскар Уальд. Мы редко задумываемся над тем, что именно имеет значение в жизни. К сожалению, большую часть отпущенного нам времени мы ходим по кругу и делаем изо дня в день одно и то же. И если мы не способны разобраться, что именно важно, а что нет, то наша жизнь превращается в губительный шаблон. И в какой-то момент мы понимаем, что многого не успели, не сделали и уже не сможем, поскольку время необратимо и многие шансы навсегда упущены. Мы редко задаемся вопросом, провел бы я сегодняшний день так, как я это сделал, если бы знал, что он последний. Возможно, потому, что не все из нас уверены, что ответили бы да. Более того, очень часто фраза прожить сегодняшний день как последний ассоциируется у нас с чем-то несерьезным и даже безответственным. Проживать каждый день как последний не означает быть безрассудным. Это значит, что прожить его необходимо с пониманием того, что именно имеет для нас значение. Как делал это великий гений Альберт Эйнштейн, который говорил, существуют два пути прожить жизнь. Один, будто чудес не бывает. Второй, будто кругом одни чудеса. Эта земная жизнь единственная. Время окончания мероприятия нам заранее не сообщают. И ни о какой второй попытке или бонус-гейм речь не идет. Моментом море, помни о смерти, гласит латинская пословица. Жизнь коротка, но слава может быть вечной, сказал знаменитый римский оратор Цицерон. Помни о пределе существования, мы должны стремиться каждый свой миг сделать осмысленным. Старости смерти являются логической кульминацией и завершением любой жизни, как продолжительной, активной и полноценной, так и потраченной впустую. Однако не стоит жить в постоянном страхе смерти, поскольку рано или поздно она непременно придет к каждому живому существу. В биологии существует бесчисленное множество теорий старения, но большинство исследователей в конечном итоге приходят к выводу, что причиной смерти в ранние годы являются сам человек и его отношение к жизни. сегодня уже никто не станет отрицать, что негативные эмоции несут мощную разрушительную силу для организма точно так же, как и отсутствие жизненных ориентиров, стремлений и желаний. В то время, как положительные эмоции и позитивное отношение к жизни, наоборот, способствуют длительной полноценной жизни. Физиологи утверждают, что среди факторов, снижающих скорость старения организма огромное значение имеет здоровый образ жизни, в основе которого лежит поддержание физической формы и активности нервной системы организма. Известно, что около 80% генетической информации человека работает на нервную систему, обеспечивая эффективный механизм управления всеми системами организма. Нервная система является центральным аппаратом регуляции всех функций организма. До тех пор, пока человек живет и в полной мере использует все возможности своей нервной системы, во главе которой стоит головной мозг, до тех пор этот мозг и будет поддерживать в тонусе и функциональной активности весь организм. Как только человек останавливается в своем развитии, как интеллектуальном, так и физическом, скоро приходит смерть. Всему свое время и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать, время насаждать и время вырывать посаженное, говорит библейская книга Экклесиаста. В христианской религии смерть воспринимается как постоянное напоминание необходимости совершенствоваться для вхождения в Царствие Небесное. Со всяким человеком неразлучна мысль о смерти. Но неверующие худо ей пользуются, сетуя только о разлуке с приятностями жизни. Верующие же употребляют ее в пособии и врачество от постыдных страстей. Согласно исламу, верующие должны сторониться пустых и бесполезных деяний, не растрачивать время в пустую и делать только то, что приближает к конечной цели, раю. Поистине те, которые не веруют в будущую жизнь, уклоняются от пути. Для осознания собственных целей и призвания смерть лучше советчик. Зная, что его время кончено, человек не распыляется на глупости, а концентрируется на главном и необходимом. Именно это важное понимание приближает мусульманина к Всевышнему и укрепляет его веру. Для верующего важно не только просеивать необходимое в потоке происходящего, но также важно научиться пребывать в каждом моменте полностью. Проживая каждый день как последний, человек совершает только то, что действительно важно. Хорошим критерием для оценки совершаемых деяний для мусульманина может стать представление о судном дне, весах деяний. Это будет облегчать выбор и направлять человека к свершению благих деяний. Кроме того, предоставляя себе ежедневный отчет о прожитом, мусульманин легче концентрируется на центральных целях своей жизни. Смерть, согласно буддизму, не просто естественно, она желанна. Испытывающий истину, стремящийся к абсолюту, вынужден по наставлению Будды уничтожать в себе все эмоциональные чувства, все цвета и запахи земли. Вот поэтому смерть ступень к идеалу. Однако смерть еще не обеспечивает достижение абсолюта, потому как посмертная участь человека подчиняется его земной жизни. После гибели человека могут ждать три вида судьбы. Скорое перерождение, так называемое переселение душ, сансара, попадание в ад до вселения в новое тело, уход в нирвану. Умирая, душа распадается на составные элементы, но при дальнейшем воплощении они опять соединяются определенным образом, сберегая единство души. Верная ее сборка обеспечивает постоянство существования личности, независимо от того, какая физическая оболочка достанется после очередного превращения. Поэтому помнить о смерти для буддиста это определенная духовная практика, подвигающая человека стремиться к идеалу через аскезу и самосовершенствование в земной жизни. Сама по себе жизнь не победит смерть, но жизнь полная смысла, божественного смысла, способна одолеть смерть, считается в иудаизме. В этом суть воззрений Торы на смерть. Иудаизм не воспринимает смерть как конечный пункт назначения. Он также не идеализирует смерть. Смерть остается отклонением от нормы, результатом греха древа познания. Тора воспринимает этот мир как темный и жестокий, но только на поверхности. Внутри себя он содержит огромные запасы духовной энергии, которые должны быть освобождены силою наших ежедневных деяний митцвод, трансформирующих этот мир в духовно наполненное место. Грехи и зло в мире временно скрывают потаенные искры и в конечном итоге приводят к смерти, временному разделению между телом и его душой, которая вечно и живет даже после смерти. Но через связь с Богом и благодаря усилиям очистить материю и раскрыть божественную энергию своими поступками и помыслами, верующий готовит вселенную к ее конечному переживанию, когда смерти уже не будет и тело будет воссоединено навсегда с душой. Поэтому для Иудея каждый прожитый день бесконечно важен, потому что из маленьких дел и преодолений сегодня складывается его путь к Богу. Психологи признали синдром отложенной жизни заболеванием, неврозом. Этот термин был предложен доктором психологических наук Владимиром Серкиным. Сам синдром еще в 19 веке был описан известным писателем Ридьярдом Киплингом. Рассказывая о жизни англичан в колониях, он заметил, что жизнь их похожа на репетицию. Они живут в постоянном ожидании прекрасного времени, когда успешные и богатые, они вернутся домой и заживут полноценно. Время шло, колонизаторы старели, сил для возвращения на родину у них уже не оставалось. И они умирали в чужих землях, так никогда и не начав жить так, как собирались. Главное отличие здоровых людей от страдающих неврозом в том, что первые решают проблемы по мере поступления, осуществляют желания в процессе возникновения, то есть действуют по принципу наметил, сделал. Они в ротике откладывают все свои действия, находя миллионы одну причину, почему в данный момент это сделать невозможно. Универсальные практики и правила работы с данной проблемой неоднократно описаны психологами и коучами, и все они сходятся на нескольких основополагающих моментах. Найти в себе силы сказать людям то, что мы на самом деле чувствуем. Постараться делать то, что мы делаем наилучшим образом и получить удовольствие от результата. Сказать людям, которые для нас много, значат, что они для нас очень важны. Попробовать делать то, что важно, остановиться на минутку и разобраться, почему мы так заняты. Задуматься, не тратим ли мы уйму времени на пустяки, ворующие у нас силы. Вероятно, отфильтровав то, что вторично, мы найдем время на значимые вещи. Сделать то, что мы так давно хотели, но не решались. У нас, к сожалению, лимитированное время, и мы не знаем, сколько его у нас на самом деле. Не откладывать на потом, найти время и силы все-таки сделать это. Насладиться сегодняшним днем. Искать в нем чудеса и приятные моменты. Не имеет значения, идет ли на улице дождь или завывает ветер. Не упустим возможность порадоваться нашему сегодня. Постараться совершить хороший поступок. Добрые дела всегда приносят радость тому, кто их совершает. Сделать что-то совершенно новое. Жизнь полна приключений. Попробуем выйти за рамки обыденного. С большей вероятностью мы раскроем в себе новые удивительные стороны. Понять что жизнь не бесконечна. Life is what happens to you when you're busy making other plans. Пел Джон Леннон своему сыну Шону перед сном незадолго до того как в него выстрелили. Так и есть. Откладывать жизнь на потом это отложить на потом свою удачу и благополучие, любовь близких, поддержку друзей. Помнить о том что действительно ценно и важно нужно в каждый момент своей жизни. Ведь многие удовольствия потом будут не нужны. Если реализовывать мечту то прямо сейчас. И в Венецию прямо сейчас. Чтобы смотреть на нее во все глаза не урывками поднимая голову от рабочей переписки в ватсапе. И не сквозь камеру телефона. Кому нужны эти фотографии? Когда мы будем это смотреть? Инвестировать все в будущее бессмысленно так как этого будущего может просто уже не быть. Моментом мори. Осознание смерти учит жизни быстро и качественно. Как сказал американский комик, актер, писатель, сценарист Джордж Карлин «Живи так, будто этот день последний и однажды так оно и окажется, а ты будешь во все оружии». Немного твен «Гориа» «Гориа» д Sic